Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о самой распространенной подаче в настольном теннисе. Это подача маятник. Могу сразу сказать, что я раньше такое название не слышал. Вернее, никогда его не употреблял. Мы, как обычно говорили, подача справа. Обычная подача боковая, нижняя боковая подача справа. А если обратная, то она вот такая. А это обычная. Но уже несколько лет на слуху такое понятие, как маятник, постоянно используют. Но почему еще не использовали понятие маятник? Потому что нам казалось, что подача справа может быть не только чистый маятник. Она может быть разная. Мне так кажется. Такие у меня представления. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Когда появился данный термин, будет очень интересно узнать. И я долго думал, как на каком примере показать. Сам показать на своем примере. Я, скажем, не очень люблю эту подачу. В плане того, что я ее подаю, как правило, другие подачи. Потом получается, что надо на каком-то хорошем игроке показать. Который раньше или сейчас подавал. И мне приходят на ум две фамилии. Это Артем Уточкин и Роберт Гардыш. Но Роберт Гардыш ее подает, да. Но она у него, скажем, ближе, знаете, к кому? К Малонгу. То есть Малонг тоже, да. Но мы сегодня посмотрим, как подавал ее Артем Уточкин. Я могу сказать сразу, что Тема ее подавал очень своеобразно. То есть он ее тренировал очень много-много времени. Эту подачу. И причем, наверное, каждый день по часу. Мне так кажется. То есть, ну, прям очень много времени уделял от подачи. И до той степени, которую он научился ее подавать, я думаю, что никто не подавал. Многие, кто знает, меня поймет. И сегодня мы на примере Темы разберем эту подачу. В чем отличие подачи Темы от других игроков, которые подают такую же подачу? В первую очередь, ракетка соприкасается с мячом в нижней точке. То есть он подбрасывает подачу, да. И подбрасывает мяч. И дальше мяч опускается, и он соприкасается в нижней точке. Следующий момент. Движение заворачивает прямо в себя. Носик. И каждый раз максимально касается корпуса. Даже мне кажется, что вот то, что вот Тема тренировал еще много лет такую, и каждый раз бил в себя, мне кажется, там, ну, не знаю, может быть даже синяк быть, да. То есть от подачи такой. То есть это может быть такое. Ну, либо пресс накачал. Но то, что все время было соприкосновение с корпусом, и поэтому резкая остановка соприкасается с корпусом, резкая остановка. И мяч уходит уже сильно закрученный. Вот это, да. И то, что мяч на стороне соперника, не отскакивает высоко из-за этого. И после того, как, допустим, если он попадает в нижний боковой подач, чаще всего, да, то мяч после касания на стороне соперника идет вдоль сетки. Тоже такая особенность. Давайте посмотрим. Подброс. И вот мяч попадает в сетку у соперника. Еще разок. Ну, понятно, что вымеряет, да. То есть знает, где стоять. Все время занимает правильную позицию. В одном и том же положении находится и ракетка, и мяч. Понятно, да. Стойка тоже одинаковая. Все время отработанная. Подброс. Замах. И вот он докручивает ее вот здесь вот. Докрутил. И выигрывает очко. Ну, и вот опять, посмотрите, да, подает такая же подача, нижнебоковая. Почему нельзя все время подавать такую подачу? Ну, все равно соперник привыкает, да, то, что нижнебоковая подача. И часто Тема ее миксует с верхнебоковой подачей. Вот, посмотрите. В чем сложность данной подачи? То есть там много нижнебокового вращения, и она очень короткая. И она не летит на соперника. Поэтому приходится до нее прямо четко доходить, и ее сложно оставить коротко. И часто соперник оставляет ее длинной, Тема уже начинает. Но, допустим, я вот, когда ее принимал, то есть мне не так важно было коротко принять. И все-таки для защиты она не самая сложная подача. То есть неприятно то, что приходится за ней тянуться туда, да. Но в то же время, когда есть шипы, то ее не так сложно принять. Можно пару раз ошибиться, да, но потом уже вроде начинаешь чувствовать, как ее принять. Но, что касается нападающих, если нападающих принимают, то проблем очень много испытывают. Потому что одна и та же подача выглядит примерно одинаково нижнебоковая и верхнебоковая. Точно, значит, просчитана, как касаться мячом. И даже мне кажется, что там есть такое, что Тема касается мяча все время в разных, значит, накладкой разным местом. То есть если ближе к носику, это будет, скажем, низ. Если ближе сюда вот к ручке, то это будет больше верхняя подача. То есть так даже можно путать. Но почему, скажем, сложно в чем подача? В подаче в чем сложность? То, что достигнуть такого вот мастерства в этой подаче, это не так просто. Вот, то есть, ну, я вспомнил Гардыша, да, то есть Малонга. То есть есть несколько игроков, которые подавали, ну, примерно так же, да, или подают. Вот. И то, то есть у них там, скажем, у них часто подача более скоростная получается. А вот у Тема она более крученная была прямо под сетку. И вот вы можете посмотреть, как смещается, допустим, подать ту же самую подачу из центра, да, и уже другая подача для соперника, потому что он вынужден стоять в другом месте. Вот. И посмотрите на отскок подачи сейчас, да. Подброс, как скачет, а получается все равно низ. То есть говорят, вот я определяю подачу по отскоку. То есть если мяч хорошо скачет на стороне соперника, значит, мяч будет там верхний или плоский. Нет. То есть ее специально можно так подавать, чтобы она либо не совсем не отскакивала, либо можно делать так, чтобы она прямо прыгала на стороне соперника, вот так вот мяч прыгал. Но она будет все равно нижней. И ты на нее выходишь, думаешь, что сейчас я там ее скину, а мяч прямо сваливается в свою половину. Ну и вот, счет 10-10, да, посмотрите, первый сет 10-10. Та же самая подача не скидывается вообще, да, то есть прямо мяч падает в сетку. Медленная подача получается из-за того, что мяч очень сильно опускается. И чем хороша медленная подача? Вот все говорят, вот надо подавать быструю подачу. На контрасте потом можно сделать топс очень быстро после подачи. Вот о чем стоит думать. То есть ты ее подаешь медленно, соперник на нее тянется и не может сыграть ее быстро к тебе. Потому как не может использовать приходящую скорость, ее просто нет. Подача очень медленная. И поэтому вынужден просто отыгрывать. И дальше ты можешь встречать ее очень быстро. Вот посмотрите, сейчас будет подобное очко. Подает медленно. И тут же разыгрывает. Давайте посмотрим с другого ракурса, да. Вот подает Тема в синей футболке. Подает. И у соперника есть только один вариант, который сыграет длинную подрезку. То есть скидка нет, потому что подача с очень сильным нижним вращением. Коротко нет, потому что подставляешь ракетку и мяч сразу улетает быстро. За счет вращения туда длинно, на ту сторону. И посмотрите, да, еле-еле перелетает мяч. Вот можно посмотреть, да. То есть Тема подает все время с высоким подбросом. Ну, со средним, так скажем, подбросом. И немножко меняет. И сразу выиграет очко. Посмотрите, сейчас подкинул ровно, скажем, на 16 сантиметров. Раз. И сразу, во-первых, появился у соперника короткий прием. Но Тема ждал этот момент, что будет короткий прием, и его он может скинуть. Потому что до этого он подавал этот с высоким подбросом, со средним подбросом. И дальше был только средний прием, где Тема мог прокрутить уже первый ход сделать. А здесь он подал специально такую вот, скажем, не совсем нижнюю. Ее попытались оставить коротко. Мяч пришел завышенный и уже скидывает. То есть, вот так вот можно менять только высоту подброса, и уже подача будет совсем другая. Ну, еще стоит отметить, что вот подача, да, то есть, она получается достаточно резкая. Вот именно движение получается резкое. А мяч летит медленно. Значит, здесь происходит такое, что идет очень покасательный. Да, то есть, прям идет прокрутка, проворот к себе, да, к себе проворот идет. И дальше уже мяч уходит уже в конце только, в последний момент уходит с ракетки. Ну, и вот мы видим, что, по сути, за весь сет, за весь матч, я вот посмотрел, соперник ни разу и не скинул. Да, то есть, вот не было такого, чтобы где-то было удобно скинуть данную подачу. Вот, что могу отметить? Да, то есть, получается, что подача очень хороша к тому, что ты знаешь, что придет к тебе дальше срезка. Но вот могу сказать, что достигнуть вот такого вот качества, вот в этом, не знаю, маятник назовите, да, или как-то по-другому, достигнуть вот такого качества очень сложно. Поэтому тут я все-таки сторонник, скажем, обратных подач. Мне кажется, они проще таются, вот, чем вот этот маятник Тёме, наверное, конечно, точить и точить, да, чтобы достигнуть такого вот мастерства в данной подаче. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом, об этой подаче. Вот мы видим, Тёма в синей футболке, принимает Диму Суботин. И вот, можно посмотреть, пытается скинуть и не получается, да, прям, причем немножко, а вот прям сильно не получается. Хороший ракурс, можно посмотреть замедленным повтором. Подброс. Да, проворачивает, видно, как проворачивает к себе, к себе вот сюда вот. Хочется еще посмотреть и обратить внимание, что использует, да. Использует в первую очередь локоть, предплечье и кисть при этой подаче. Сначала мы видим, что локоть опущен, но потом, после подачи, он поднимается вверх. Получается вот такая вот подача в себя, да, можно сказать, что в себя. Вот, кстати говоря, непонятно, почему там очень много нижнего вращения. Потому что в конце ракетка не горизонтальна, а дальше больше перпендикулярна. Но, мне кажется, это происходит из-за доворота в конце, да, в себя, доворота в себя. И получается очень много нижнего вращения. Посмотрите. Вот раз. И вот она почти перпендикулярна столу, но очень много нижнего вращения. Даже сложно представить, что можно столько подач не принимать. Посмотрите, да. Еще раз. Вот еще разок, да, посмотрите. Давайте медленно посмотрим. Кстати, недавно наткнулся на одну программу в интернете. Представили мне знакомые ребята, которые... Чистые розыгрыши без хождения за мячом. Удивительная программа. На самом деле, раньше я даже не мог представить, что такое может быть. Очень круто. То есть, не надо теперь сидеть дома и нарезать самостоятельно розыгрыш. Поэтому обращайтесь. Ссылку на данную программу я оставлю в описании. С вами был Валера Заненко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока.